Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайв. Обсудим очередной бредовый видос. Наши планы на день рождения Ани. Всё отменяется. Вечерняя прогулочка. Беженцы из Украины. Анька у нас стоит, да, в своей жилетке. И, значит, говорит, я вот смотрю на себя в камеру и вижу, что Настя мне вымазала жилетку тональником. И сразу вспоминаю бульбу. Ну, бульбу это типа меня. Ну, вечно же мой нос покоя не даёт никому. А то, что у Аньки вторая, а вон уже и третья видна борода, и это в 24 года, не рожавший, да, то это нормально. Главный момент, вы посмотрите, как она смеётся. И дальше она говорит шреба или шрепа. И главное, как говорит, не шреба, а шреба, шреба. Анька, к логопеду бегом. А то ты кричишь, а у меня аж уши болят от твоих звуков. Тебе логопед нужен, девочка моя. Иначе беда-бедой. Ну, просто невозможно слушать. Ну, как так можно говорить? Уже хоть бы не придумывала такое слово. Шреба, шреба. Ты лучше придумывай слова там, где у тебя получается буквы выговаривать. Я помню, мне папа рассказывал про одного мужичка, который не выговаривал буквы, но он заменял слова на именно те, в которых эти буквы не присутствовали. Вот ты тоже так делай. Не позорься, детка. Мой нос – это моё достоинство, дорогуша. Он всё везде вынюхает и всё везде узнает. А ты таки будешь стоять, ржать и трясти своими тремя подбородками. Правда, нет, я переборщила. Простите, простите, девочки. Прости, Анечка. Двумя. Знаете, ребят, почему их так колбасит? А потому что они опять спёрли авторство и получили страйк. И левый канальчик улетел с Ютуба. Вот их и разрывает, горят пятые точки. Прям их колбасит и не по-детски. Да, они думают, что ой, вишенки видео где-то надыбали. Серьёзно? Серьёзно, девочки? А вы учитесь как можно дешёвым красителем и дешёвым шампунем. Да, волосы, чтобы были в сорок семь лет, такие, как у меня. Да, но совсем не такие, как у Настики с соломой, в которой можно ховаться. И да, и при том это с кучей разных экспериментов над своими волосами. Угу. Смотрю я, ребят, на них, вот серьёзно, как две обезьянки, как две мартышки. Кривляются, кривляются. И этой девочке 24 года. Вот им бы в зоопарк, серьёзно. Там, глядишь, и бесплатно бы покормили, и ещё и денежек бы заработали. Сидели бы вместо обезьянок и кривлялись. Анютка, девочка ты моя, ты когда дёргаешься и кричишь «Шерепа», выговаривай букву «Р», не «Р», а «Р» и не позорься. Ну, не позорься, ты ж в Германии, ты ж в Европе, в конце-то концов. Одна позорилась с ног до головы, то визжит, кричит, проклинает детей и смерти желает. Вторая, слушайте, даже слова сказать не может. «Логопит тебе в помощь, Анька». Эка, посмотрите, каких колбасит, каких разрывает, прямо они аж не могут. Голос противный, всё противное у вишни. Вишня сама противная. «Шерепа, шерепа!» А зато, слушайте, говорят, молодцы, говорят, что пиарить не будем. Да все понимают, о ком вы говорите. Все понимают, да. А у вас пятые точечки подгорают, прям полыхают. Эх, как восторгает, не по-детски, прям разрывает. Ребят, на превью, посмотрите на эту дамочку, которая кричит. Как она? «Шерепа, шерепа!» Ни одной мягкой гласной не может выговорить. Букву «Р» не выговаривает. А ещё что-то там пытается корчить из себя. Ну всё, ребят, цирк уехал. Клоуны переселились в Германию. Калка людей, которые, вот, получается, пересекаются вот с такими чудиками, как эти две психологини. Ой, и решили девочки спортом позаниматься. Да, быстрой ходьбой. Часики включаем и побежали. Девочки решили растрясти одна свою бороду, вернее две, а вторая пятую точку. Ай да пошёл, молодцы, девчонки! Домой, как придёте, всё это дело грушами зажрёте, а потом устроите такой кипиш! Это значит, вышли на улицу нахаживать шаги. Десяточку, чтобы находить. Вечером в темноте, да, они нахаживают. В надежде, что находят десять тысяч шагов. Ой, а дальше слышали, что сказала Настенька? Как же она меня слушает внимательно, прям. Всё запоминает и, наверное, записывает, конспектирует в блокнотик. Что Вишенка сказала, то надо и сделать. То есть, изначальный вес снять, показать, а потом уже, как они похудели. Результат конечный. Настенька, это не честно. Вы же показываете нам эти тарелки. Тарелки показываете каждый день. Вот и вес показываете каждый день. А то так неинтересно. Всё это не по-настоящему. Всё это фальшивка. Угу. И смотрите, девочки, чтобы вас случайно не вырвало от моего. Угу. Ну, дальше, в общем, они пошагали то ли к магазину Лидл, то ли куда. Ну, в общем, шаги нахаживали и сказали, что, значит, Вика им подсказала, что есть рядом магазин ещё Лидл. Ну, и, значит, остановились и рассказывает Анька. Это они и так шаги нахаживают. Видимо, когда она идёт, она говорить не может, да? Ну, и, значит, говорит, что день рождения в субботу. К сожалению, Наташа под вопросом, значит, Вика тоже под вопросом, зрительница будет, которая им помогает по каким-то вопросам. Анька всё это рассказывает и рассказывает, что якобы у них и друзья есть, друзья есть в Украине. Здесь, к сожалению, нет. Она могла бы с курсов пригласить, но ей это не надо. Ну, да. А какие у них друзья есть? Всех друзей разогнали. Интересно, Волков позовут или нет? Ну, а Настя прямо за Анькой стоит и опять, и подпрыгивает, и корчит рожицы, и ручки складывает. Настяка, успокойся, чё тебя так торгает постоянно? Ну, чё ты так эту камеру прям облюбовываешь? Ну, прям вот какое-то самолюбование в камеру я не могу, слушайте. Вот и правда, человек, который полностью обделён вниманием. Вот она и привлекает внимание, дёргаясь на камеру. Как только камера включается, и Настя начинает колбаситься, трястись, ручками дёргать, волосы эти постоянно трепать. Вот просто не может она спокойно стоять. Ну, никак не может. И в ладошки хлопает. И по груди похлопала. Ну, вот просто самый настоящий клоун. Да, Анька, это Шельдлепа, твоя точно Настяка. Прислать ей колпачок на нос, прикольненький. Прямиком из Беларуси. Аль сама прикупишь. А дальше слышали, что королевишна Анна сказала, что ходили и думали, что Настяка Аньке купит спортивный костюмчик. Брендовый, брендовый. Ну, ничего не нашли. Ничего не нашли. А знаете почему? Не подобрали подходящий размер. Не натянула Анька на себя ничего. И поэтому беда бедой. Но главное, смотрите, она уже заказала себе подарочек. Какая же наглость. Это просто трешняк. Короче, ребят, им в комментах уже написывают, что вы употребляете. Ну, вот правда, на них гляну и думай, что ли плакать, что ли смеяться. Шельдлепа! Шельдлепа! Анька, давай почаще. У тебя круто получается. А вообще, на твоем месте, Анютка, я б лучше заклеила рот скотчем и не позорилась. Мои хорошие, буду заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok